Дед Мороз пообещал россиянам снег на Новый год. В конце прошлого года многие жаловались на то, что города засыпало снегом и коммунальные службы не успевают его убирать. Именно поэтому текущий декабрь оказался таким скудным на осадке, рассказал главный волшебник страны на недавние встречи с детьми в Санкт-Петербурге. Дедушка уже начал колдовать осадки, но он не забыл о своей главной обязанности – дарить подарки. Вместе со Снегурочкой он снова приносил в своем мешке счастье и подарки для тверичан. Сани – любимое средство передвижения Деда Мороза. Можно быстро добраться до любой точки на земном шаре. Сегодня волшебник вновь вернулся в Тверь, чтобы вместе со Снегурочкой встретиться с жителями областной столицы и вручить подарки. И если дедушка следует традиционным привычкам, то Снегурочка считает, что нужно использовать все преимущества современного общества. Поэтому на встречу с дедушкой внучка приехала на автомобиле. Внученька, не гоже в такой праздник-то ездить на машине. Надо ж на санях. Ой, дедушка, я как самый молодой представитель волшебного царства не могу отставать от своих современников, от молодежи. Как же мне так-то приехать на санях? Я приехала на автомобиле. Дед Мороз остался верен своим саням. Но решил все-таки выяснить у молодых людей, о чем мечтают они. Это Олеся. Пока она машины не имеет, но в будущем обязательно пойдет учиться в автошколу. Какая у вас самая заветная мечта? Сейчас время исполнения всех желаний, поэтому нужно обязательно что-то такое загадать. В этом году у меня самое заветное желание наконец-то выучиться и получить права и купить автомобиль. И дед Мороз со Снегурочкой тут же исполнили мечту девушки. Вручили ей сертификат на обучение в автошколе. Ведь, по словам дедушки, важно, чтобы преподаватели грамотные были и научили всем премудростям безопасного вождения. Вам от государственного учебного комбината подарок такой. Теперь Олеся сможет научиться вождению не только легкового автомобиля, но и любых других категорий. При этом она пройдет полную программу обучения, начиная от теоретической подготовки и вождения на тренажере, до отработки навыков езды на автодроме и закрепления умений управлять автомобилем в городе. На пути следования сказочных героев встретилось много красивых тверичанок. Все они ждут от своих родных и близких приятных сюрпризов. Большинство из них в поисках праздничных платьев. В новогоднюю ночь хочется выглядеть ярко и незабываемо. Алена уже знает, что хочет приобрести. Год мышки, я думаю, нужно, чтобы такой привлекательный, сверкающий, чтобы так все горело, сверкало. Снегурочка не растерялась и помогла, как женщина женщине. Подарила сертификат на покупку наряда у наших партнеров. Я уже нашла себе наряд, нашла его в антропологии, в магазине. Поэтому я хочу подарить и вам подарок, чтобы вы свой наряд обязательно нашли там. У мышей очень хорошая память, острое зрение и цепкий ум. Не сомневайтесь, что ваш наряд будет замечен. Поэтому к выбору образа на праздничную ночь нужно подойти ответственно. Платья, костюмы, блузки и юбки. В чем бы вы не вышли встречать Новый год, вы всегда будете на высоте. Задобрить железную мышку в 2020 году можно не только красивым нарядом, но и вкусной едой. Тверичанки уже начали думать, что ставить на стол в новогоднюю ночь. И дали пару советов Деду Морозу. Я рекомендую, дедушке надо селедку под шубой, салат, оливье, ну и сыр, естественно. Брика, мамбер, горгонзола, каприча, пармезан, примадонна и множество других редких, необычных и по-настоящему качественных сортов сыра – все это очень нравится символу Нового года. Поэтому заранее стоит обеспокоиться тем, чтобы радовать металлическую мышку в специализированном магазине с авторскими сырами. Тверичане все чаще говорят о том, что в Новый год нужно вступать с обновлениями. Это могут быть изменения во внешности, смена работы или интерьера. Поэтому дедушка решил облегчить задачу хозяйкам и сам позаботился о мягких и теплых подарках. Время-то волшебное у нас сейчас настало. Я думаю, все подарки сейчас нужны. Давай, дедушка, доставай, что-то приготовил для наших гостей. Вот такой подарочек, вот такой большой бешок. Это от салона уюта занавесочка. Встретить в зимние праздники в обновленном интерьере – это лучший подарок для каждой женщины. Создать уютный новый стиль можно, лишь поменяв оформление окон, индивидуальный дизайн и качественный пошив. И ваша квартира преображается. Будьте уверены, такие шторы больше не встретятся ни в одном доме. Также жители Твери получили подарки от нашего медиахолдинга. Сувениры на память с логотипом телеканала «Тверской», «Проспект.Регион» и нового информационного портала «Панорама.Про». Это интернет-издание, рассказывающее о новостях Твери и области. Изюминка портала – специальные проекты, которые будут интересны всем тверичанам. Ну а наши новогодние герои в скором времени снова наполнят мешок подарками и порадуют тверичан сюрпризами. Субтитры создавал DimaTorzok